Всем привет! Здесь я хочу представить сравнение переходников SATA USB 2.0 и USB 3.0 по скорости их чтения и записи. В целом они выглядят представленным образом, но имеют между собой небольшие отличия по форм-фактору. Так, у адаптера SATA на USB 3.0 имеется толстый кабель, что достаточно хорошо видно, а корпус под SATA на USB 2.0 немного больше и на нем присутствует один светодиод, тогда как на USB 3.0 их два. Один отвечает за питание, а другой за активность приема передачи данных. Также в моем случае казалось, что длина самого разъема SATA немного больше у переходника USB 3.0. Представленные варианты адаптеров позволяют подключать твердотельные диски и обычные HDD на два с половиной дюйма. Для трех с половиной дюймовых нужен переходник с дополнительным питанием, ссылку на который можно найти в описании. Соответственно проверять я их буду установив в соответствующие разъемы на материнской плате. Подключив SSD к компьютеру через переходник SATA на USB 2.0, в Windows 10 запускаю CrystalDiskMark. По результатам теста можем видеть представленные значения. Дополнительно я провел еще 4 проверки производительности. Затем аналогичным образом выполнил 5 измерений скорости чтения и записи на адаптере с SATA на USB 3.0. В итоге были определены средние значения. При этом хочу отметить, что на данном SSD объемом 120 гигабайт при подключении к материнской плате с помощью SATA кабеля его скорость чтения и записи является практически одинаковой как через USB 3.0. Таким же образом я выполнил проверку скорости чтения и записи для обычного 2.5 дюймового диска объемом 320 гигабайт на адаптере для USB 2.0 и USB 3.0. В итоге полученные результаты приведены в таблице. Измерив скорость при прямом подключении через SATA, можно видеть, что значения достаточно близки с результатами на USB 3.0. При сопоставлении данных обоих дисков на переходнике USB 2.0 результаты почти одинаковые и укладываются в погрешность. Причем они существенно ниже значений, когда накопители подключены напрямую. Тогда как на USB 3.0 скорость чтения и записи на обоих накопителях практически соответствует обычному режиму работы. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание.